Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, 16 сентября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Галатам, глава 3, стихи с 15 по 22. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени Твоему, которая есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла к Галатам. Мы читаем с вами третью главу. Она очень важная, богословски насыщенная, и нужно ее внимательнее к ней отнестись. Итак, сегодняшний отрывок начинается с 15 стиха. Апостол Павел говорит о том, что даже по человеческим законам, по человеческому рассуждению, человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Вы знаете, что нельзя что-либо поменять в завещании, если человек уже умер, который завещал его, если он сам чего-то не изменит. Никто не может туда ни убрать что-то оттуда, ни внести что-то туда. И это только по человеческому рассуждению. А уж если это завещание было дано Богом, то тем более никто не может ничего там изменить. Но Аврааму даны были обетования и семени его. И здесь очень важно слово семя. Оно играет ключевую роль, потому что здесь оно типологически означает Господа Иисуса Христа. Идет речь о нем. Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном. И семне твоему, которая есть Христос. Да, действительно, если мы откроем книгу Бытия, 12 глава, стихи 2-3, там идет речь как о потомках, так и о будущем Мессии, который есть Иисус Христос. И, соответственно, вот ссылочки нам даются на книгу Бытия, глава 12, стих 7, там тоже говорится о семени. И говорится не о ближайшей перспективе, как о потомках, о многих, но говорится о семени. Поэтому в греческом языке данного послания слово семя стоит в единственном числе. Для апостола Павла это очень важно, показать, что не сказано о потомках, что это обетование, о том, что через Авраама, в семени его, в одном семечке, не во многих потомках, а именно в одном семечке, благословятся все племена земные. Поэтому на это акцентируется внимание апостол Павел. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Аврааму и семени. Аврааму были даны обетования, что благословятся все народы, и это обетование распространялось, оно было дано и семени, будущему семени. Поэтому и говорит апостол Павел в 16 стихе, не сказано и потомкам, как бы о многих, то есть всем потомкам даны обетования. Нет, обетование дано конкретно Аврааму и семени. То есть не продолжающейся череде этих потомков, а конкретно одному семени. И апостол Павел говорит, и семени твоему, которая есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 400 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Итак, Аврааму и семени его были даны обетования. Закон появляется спустя 400 лет после того, как Аврааму были даны эти обетования. Закон приходит, напоминает, через Моисея. Сначала был Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, египетское рабство и потом Моисей. Египетский плен, скажем так, рост населения в Египте еврейского и египетское рабство. Завета о Христе, то есть завещание того обетования, обетования тех благ, которые были даны Аврааму, они были даны также и Христу в том же обетовании, как говорилось Аврааму. То есть там говорилось, и дается обетование, и благословятся всеми твоем все племена земные. Соответственно, двойное исполнение обетований. На двух оно распространяется, на Авраама и на семя, а не на потомков Авраама. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 400 лет, не отменяет. Закон не отменяет того, что было сказано тогда Аврааму. Это апостол Павел говорит тем, кто считает, что через закон должно прийти спасение. И далее 18 стих. «Ибо если по закону наследства, то есть если через закон человек становится наследником тех обетований, которые были даны Аврааму и семени, то уже не по обетованию». То есть если по закону наследства, если ты чишься, пытаешься получить те обетования через закон, через дела закона Моисеева, а не через веру, то ты уже поступаешь, отступаешь от обетования, которое было дано Аврааму. Но Аврааму Бог даровал оное обетование. Для чего закон тогда спрашивается? Зачем он вообще был нужен? А он дан после вот этого обетования по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относятся обетования, и преподан через ангелов руку и посредника. Закон был дан для того, чтобы показать человеку его греховность, показать те границы и понимание того, что своими собственными силами ты не сможешь добиться спасения, но ты должен понять, что ты живешь во грехе и должен прийти к тому, что должен прийти спаситель. Поэтому появился закон. Итак, закон противен обетованиям, вопрошает апостол Павел, обетованиям Божьим? Нет, он не противен, ибо если бы дан был закон, могущий же творить, подлинно праведность была бы от закона. Нет, он не противен. Он лишь предваряет, подготавливает к принятию этих обетований, подготавливает людей к принятию обетований. Поэтому он не противен, но он не противен обетованиям. Он подводит к ним, он помогает осознать свою принадлежность этим обетованиям, и что только через них мы можем спастись. Соответственно, если бы был дан закон, который может животворить, то истинно, праведность была бы от закона. Но мы знаем, закон исполнить нельзя, это говорит сам апостол Павел. Соответственно, никакой праведности от закона не может быть. И более того, количество заповедей в законе, их гораздо больше десяти. Их в несколько раз больше десяти. Их там в шесть сотен этих заповедей различных. Соответственно, их нельзя исполнить, поэтому так или иначе ты какую-то заповедь будешь приступать, и она будет тебя как бы проклинать, то есть обрекать тебя на грех. То есть ты все равно, в любом случае, ты греховен. Соответственно, апостол Павел здесь говорит, но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дало было поверивая Христа Иисуса. Мы все осознаем свою греховность и понимаем, что мы можем спастись только через помощь Божию, которая была через Бога воплощение Иисуса Христа. Именно верой в Него мы и спасаемся. Будем спасаться, дорогие братья и сестры, будем читать Священное Писание и помнить о том, что когда мы ему читаем, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч!